добрый вечер друзья сегодня четверг 28 закабря 23 года вас приветствую из брюсселя и продолжаем разговор о политике сегодня хотелось бы обсудить с вами политическую ситуацию в россии на встречу выбором 17 марта дата уже известна и я полагаю кандидатура следующего главы государства также на самом деле эти выборы не содержат такой интриги как американские которые пройдут в ноябре месяца следующего года но тем не менее тем не менее в россии стремятся скрупулезно соблюдать ритуалы церемонии для того чтобы придать как можно больше легитимности торжественности этому процессу и а как правило политтехнологи стремятся соблюдать нехитрые правила которые существуют для того чтобы добиться желаемого результата а именно в информационном поле они постоянно пытаются удерживать в центре общественного внимания все положительное хорошее что произошло в течение этого мандата и наоборот они стремятся сдвинуть на периферию все негативное все то что может вызывать отрицательные эмоции это два нехитрых правила конечно не всегда бывает просто их реализовать звучат они просто меня и а соответственно в этом году все идет не по плану я облагаю вы помните эту детскую шутку что во всем мире люди грабят банки и только в россии банки грабят людей но видимо это про эльвиру шайтановну и также в данном контексте хотя это не про нее но я вспомнил эту шутку поскольку и в настоящей компании все идет не так ибо все отрицательное стремятся сдвинуть к центру не оставляя места для положительных фактов явлений и статистики так о чем пойдет речь пойдет о скандале который произошел на этой полу обнаженной вечеринке потому что с точки зрения логики политтехнологии то что произошло конечно это определенном смысле пятно это малоприятный опыт конечно никто не совершал никаких преступлений но тем не менее это было достаточно вульгарная страница которую следует перевернуть но не в россии но не в россии потому что скопилось немало подхалимов или заблюдов которые решили продемонстрировать свою верность и лояльность власти видимо они не знакомы с азами политтехнологии и поэтому они реально засучив рукава принялись за дело нанося ущерб политическому процессу и я бы даже сказала они предложили путину свои медвежьи услуги и так начну с налоговой потому что в настоящий момент все российские газеты доблестно опубликовали информацию о том что на несчастную анастасию ивлееву и была натравлена в смысле слова натравлено направлено налоговая и так это первый удар потому что любой человек который читает эту статью понимает что значит то этого четыре года до этого налоговый инспекторат смотрел сквозь пальцы на небрежную уплату налогов ивлеевой значит она принадлежала этой касте которая платит налоги небрежно это не есть комплимент государству это не есть комплимент гаранту конституции потому что согласно российской конституции все равны соответственно все должны платить налоги в соответствии с существующими правилами и конечно это малоприятное открытие когда люди узнают о том что все равны но есть те кто несколько ровнее и так конечно это первая грандиозная ошибка которая ложится пятно и вместо того чтобы как я сказал перевернуть страницу начинается утрирование этого негативного опыта который было бы логично в свете надвигающихся выборов забыть постараться забыть но это только начало налоговая как инквизиция это особенность российской государственности это особенность правления президента путина и как я сказала только начало потому что у меня также наряду с этим некий иншаков человека которого отказались пускать в сша в силу связи с криминалом также его задерживали с огнестрельным оружием также настоящий момент идет некий некий процесс следствия и у него статус свидетеля но он может измениться потому что его обвиняют в вымогательстве это фигура из 90 и это очень интересный момент потому что многие приписывали путину заслуги мне то что благодаря его управлению удалось побороть организованную преступность но если другие мнения среди криминологов среди профессионалов они утверждают что это вовсе не индивидуальное правление а это объективные процессы цифровизации потому что организованная преступность которая занимается торговли вернее трафиком порошочков цветочков оружие она также дорогими конечно и они стали активно пользуются начиная с нулевых достоинствами и возможностями цифровизации поэтому они успешно существуют параллельными это теневая экономика иногда мы не узнаем когда появляются странные персонажи типа полковника захарченко которому что-то подкидывают но есть конечно второй элемент это интеграция криминала в общество это станица кущевская и а соответственно общая эволюция процесса потому что не стоит забывать что основной целью организованной преступности является капитал является приобретение средств а вовсе не убийство они и щекотилы и убийство наоборот является как объясняют комиссары полиции сбоем в их деятельности они пытаются тщательно избегать а тем более когда существует такая коррупция на бушует такая коррупция то необходимости в совершении тяжких преступлений становится все меньше и меньше и поэтому гражданам кажется что оппг исчезли из их жизни не совсем вот вам так сказать весточка из 90 господин иншаков который решил обратиться в суд и востребовать с ивлеевой миллиард то есть приблизительно 10 миллионов долларов и это малоприятный малоприятный жест я бы сказала для россиян это напоминание о 90-х о том что эти авторитеты никуда не исчезли они интегрировались они прибывают в тени они прибывают в параллельных измерениях но они существуют что тоже не на пользу президентству и конечно последний штрих последний штрих этого триптиха это то что состоится суд то есть два дня назад хамовнический суд принял эту жалобу от иншакова который суд по всему очень стараются для самого себя так как ему грозит изменение статуса если он будет подозреваемым это малоприятно его подозревают в вымогательстве и так утверждают другие арестованы и а соответственно очень стараются понравится власти как мне представляется поэтому он подает на нее на ивлееву в суд это значит вместо того чтобы сдвигать этот негативный опыт на периферию особенно учитывая то что они не совершили никакого преступления конечно это было омерзительно и по вульгарности мероприятия но тем не менее законов никто не нарушал и тем не менее он пытается сделать из этого преступления вы догадываетесь теперь что весь мир будет наблюдать за этим судебным процессом и вместо того чтобы сдвигать весь негатив на периферию он будет занимать центральное место потому что если это такой громкий процесс то сократить замять это судебный процесс просто не удастся это медвежьи услуги как я сказала подхалимов или заблюдов поэтому мой вам совет и друзья никогда не окружайте себя подобного типа людьми постарайтесь окружать себя честными людьми потому что это самая лучшая инвестиция вы видите что случилось с головой государства когда он пытался отдалить оппозицию происходят такие малоприятные вещи что думаете по этому поводу вы буду ждать ваших комментариев если вам было интересно материал пожалуйста не забывайте ставить лайки не забывайте подписываться на мой канал я благодарю всех тех кто принимает участие в дискуссии и конечно отдельное кондиозное спасибо всем тем кто делает донаты на поддержку моего канала и на связи